Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. Пандемия, связанная с распространением коронавирусной инфекции, достигает своего пика. С каждым днем правительство Российской Федерации и вместе с ним вся страна предпринимает очередные действия по предотвращению распространения вирусной инфекции. Указом президента Российской Федерации 25 марта 2020 года установлены нерабочие дни с сохранением работников заработной платы. Вот разберемся по порядку, как все должно быть оформлено с точки зрения трудового права, какие организации могут продолжить работать и какие штрафы ждут работодатели за нарушение трудового законодательства во время введенного режима. Как защитить трудовые права граждан в период пандемии? Об этом и многом другом я беседую с моей сегодняшней гостьей. Ольга Федоровна Макарова, заместитель и руководитель по правовым вопросам Государственной инспекции труда в Самарской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Федоровна, ну тема, конечно, серьезная и более того, скажу, она сегодня как никогда актуальна. Расскажите, пожалуйста, вот в первую очередь, как осуществляется деятельность работы инспекции в период пандемии? Деятельность продолжается, то есть инспекция работает в усиленном режиме. Мы также рассматриваем, как и раньше, обращения граждан, проводим проверки, расследуем несчастные случаи. Конечно, с учетом того, что возросло количество обращений, в разы приходится постоянно консультировать работников, и не только, и работодателей, как в данной ситуации им исполнить указ, как не нарушить закон, именно трудовое законодательство при исполнении указа президента. То есть работаете в Штаты, можно даже сказать, в усиленном режиме? Да, совершенно верно. Скажите, пожалуйста, коснулись ли особенности проверок в 2020 году, установленные Российской Федерацией, правительством Российской Федерации инспекции труда? Конечно, они нас коснулись. В 2020 году мы проводим плановые проверки, но в отношении индивидуальных предпринимателей, работодателей, индивидуальных предпринимателей, предприятий, которые относятся к малому и среднему бизнесу, плановые проверки проводиться не будут. Кроме того, внеплановые проверки будут проводиться только по факту угрозы жизни и здоровья граждан, а также последствий, связанных с этим, и согласований прокуратуры области. То есть поэтому особенности нас коснулись. Я не могу не спросить, выросло ли количество обращений в Государственную инспекцию труда по Самарской области. Конечно, вопросы, связанные с невыплатой заработной платы, принудительными отпусками без содержания, увольнениями. Да, обращения я уже озвучила, обращений стало в разы больше. Я могу даже озвучить цифру. С 1 марта по 29 апреля обращений поступило 4,5 тысячи. Из них только почти 2 тысячи в письменном виде, остальные все устные. Это вопросы, которые поступили к нам на горячую линию. И, естественно, мы на вопросы граждан отвечаем, где-то даже принимаем меры уже, если люди сообщают о фактах нарушения законодательства. Мы выдаем предостережение работодателям о недопустимости нарушения трудового законодательства. То есть предвосхищаем, предупреждаем, что так поступать нельзя. То есть принимаем все меры, которые сейчас мы можем принять. Вы назвали достаточно серьезную цифру, 4 тысячи, да, с чем-то. Скажите, пожалуйста, в основном это обращения от работодателей или от работников? В основном это обращения от работников. Но есть, конечно, и от работодателей. Потому что работодатели также спрашивают, как им исполнить указ президента, чтобы не нарушить трудовое законодательство. Но основная масса, конечно, это работники. Вы уже правильно озвучили, это вопросы оплаты труда, вопросы предоставления отпуска без сохранения заработной платы, вопросы увольнения. То есть самые такие вот основные. Давайте сейчас мы каждого вопроса коснемся в отдельно. Вот как должна производиться оплата труда в нерабочие дни и в какие сроки? Ну, прежде всего я хочу сказать, что понятия нерабочие дни в трудовом законодательстве нет. Есть понятие выходные дни и есть нерабочие праздничные. Вот о них в трудовом законодательстве прописано, значит, как производится оплата в эти дни. Поэтому в указе президента указано, что сохраняется заработная плата. То есть заработникам сохраняется та заработная плата, если бы он в эти дни работал и выполнял полностью норму труда и отработал полностью норму рабочего времени. Ну, естественно, в данной ситуации, даже предвосхищая ваш вопрос, оплата труда может, конечно, уменьшиться размер оплаты. С чем это связано? С тем, что заработная плата, она устанавливается трудовым договором, заключенным с работником. И той системой оплаты труда, которая утверждена у работодателя. То есть оклад? Оклад, возможно, да. Да, но не потеряет, возможно, тот работник, у кого в трудовом договоре написаны обязательные условия о выплате ему как оклада, так и премии в определенном размере. То есть здесь такая категория работников нечего... То есть это тоже имеет место быть? Да, конечно. И на это работник имеет право? Да. А если, например, в трудовом договоре идет ссылка на положение об оплате труда, о премировании, где сказано, что премия назначается, выплачивается в соответствии с такими-то условиями, то, естественно, в данной ситуации возможно премия, о выплате премии речи, возможно, не будет. Вот при трудоустройстве, наверное, вот это прочтение трудового договора сейчас вот в этой ситуации как нельзя актуально, поэтому всегда нужно внимательно читать трудовой договор. Не просто глазами пробежал, как это обычно бывает в большинстве случаев, и подмахнул, а каждый пункт обязательно можно проконсультироваться с вашими сотрудниками. Работает горячая линия, потому что сейчас все равно люди устраиваются, увольняются, вот этот вот процесс есть. Вот с такими обращениями вы работаете, если просто проконсультироваться? Да, конечно. Мы не просто... Конечно, сейчас в период пандемии у нас приостановлен прием граждан, личный прием граждан. Ну, понятно, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Но консультации мы также даем и письменно, то есть люди обращаются не только устно на телефон горячей линии, но и направляют нам свои вопросы, мы на них отвечаем. И, естественно, если мы... И мы всегда за то, и всегда говорим нашим работникам, гражданам, которые собираются трудоустроиваться, если есть вопросы, подождите, не подписывайте сразу, возьмите документ, скажите, что вам нужно подумать, почитать его. На это работник имеет полное право, верно? Полное право, конечно. Возможно, позвонить, проконсультироваться, сказать, вот такое вот условие в данном договоре соответствует законодательству или нет, что я могу тоже там предложить работодателю. То есть, конечно, прежде чем подписывать экземпляр трудового договора, он может у нас проконсультироваться. Спасибо большое. Ольга Федоровна, а вот такой вопрос. Можно ли в период пандемии пойти в очередной оплачиваемый отпуск, вне графика отпусков? И вправе ли работодатель сказать, нет, сейчас вот такая ситуация, в отпуск не пойдешь? Когда такой диалог происходит, как реагировать? Ну, прежде всего, конечно, как соответствует законодательству, у нас отпуск предоставляется в соответствии с графиком, который утвержден у работодателя. Но в условиях пандемии, ну и вообще, конечно, право такое есть и у работника, и у работодателя, изменить график отпусков и по согласованию предоставить отпуск, либо по желанию работника, когда он пожелает, либо работодатель может предложить работнику, опять же, с его согласия, отправить его в отпуск вот сейчас. Можно ли уволить работника вне периода нерабочих дней? Уволить? Ну, увольнение нормативным правом актом никаким не запрещено, и жизнь продолжается, работа продолжается, и увольнение ведь это не всегда по инициативе работодателя, правильно? То есть и работник может пожелать уволиться в эти дни, поэтому увольнение не запрещено. Но, конечно, работодатель, если он собирается увольнять вот из-за этой ситуации работников, ну, во-первых, надо обратить внимание, что есть нормы, которые трудовое законодательство предусматривает, и уволить просто так работодатель не может. Без объяснения причин вы имеете в виду, да? Ну, во-первых, по инициативе работодателя это особый порядок установлен для каждого увольнения, поэтому, по инициативе работодателя, поэтому он обязан уволить, он может уволить работника, но ему нужно соблюсти этот порядок увольнения, вот, а не просто так. Сдал приказ, и работник пошел. Все. Вот вопрос от телезрителей хочу задать, актуален сейчас по теме, о которой мы разговариваем. Могут ли меня уволить по сокращению штата или численности в период пандемии, спрашивает Оксана. Уволить могут. Ну, я разделю тогда на две части свой ответ. Ну, во-первых, до пандемии, если работодатель уже начал процедуру сокращения, то, естественно, продолжается, и если это выпало на период пандемии, конечно, и он работает, этот работодатель, при условии, а не находится в нерабочем режиме, да, вернее, не режиме, а состоянии, то, естественно, он вправе уволить работника по сокращению штата или численности. И в то же время, сейчас, если он примет такое решение, опять же, это вопрос не одного дня. Увольнение по сокращению штата или численности, а также ликвидации, это минимум процедура исчисляется не менее двух месяцев. То есть работодатель должен уведомить работника не менее чем за два месяца о предстоящем увольнении. Для этого предприятие или работодатель должен работать, потому что нужно письменно это уведомлять. И, опять же, работник должен найти этот срок предупреждения в это время работать. На какие выплаты работник может рассчитывать по сокращению штата и сокращению сторон? По сокращению штата выплаты полагаются, это выходное пособие при увольнении, это помимо заработной платы, компенсации за неиспользованные дни отпуска. Потом, значит, вторая выплата, это сохранение среднемесячных заработок за второй месяц, так скажем, нетрудоустройства. И за третий месяц сохраненный среднемесячный заработок при условии, если работник стал, значит, службу занятости, стал безработным, принес соответствующую справку работодателю, то есть работодатель обязан ему выплатить еще и за третий месяц нетрудоустройства. Если вдруг такая все-таки ситуация произошла, и вы остались без работы, что делать, куда пойти в нашем городе? У нас есть на эту тему сюжет, и я предлагаю его посмотреть. Александр Гавриленко работал в транспортной сфере, трудился машинистом ОГП. Но в конце марта его сократили. Мужчина зарегистрировался на сайте Роструд. Ему перезвонили и пригласили на прием. Теперь, как безработный, он будет получать 12 тысяч рублей, плюс еще по 3 тысячи за каждого ребенка. У него их двое. Очень легко. При наличии всех документов у человека это будет сделать нетрудно. То есть паспорт, СНИЛС, ИНН. Единственное, только средний заработок надо. Наталья с переходом на особый режим тоже осталась без работы. Она трудилась в детском саду, ее сократили. Теперь женщина будет получать пособие по безработице и выплаты на ребенка. По звонку сразу предварительная запись. Сразу, то есть без ожидания я обратилась, позвонила и как бы записали сразу. Чтобы получить пособие по безработице, нужно зарегистрироваться на портале «Работа в России». После чего претенденты на выплаты пригласят на личный прием в Центр занятости населения. Работа прибавилась в связи со сложной ситуацией, которая не только в нашей стране, но и в мире в целом. Поток граждан увеличился существенно, даже не в десятки раз, а, пожалуй, даже в сотни. Сейчас мы работаем и через интерактивный портал, и через портал работы в России. Но также к нам приходят граждане и на личный прием. Записи распределяют строго по времени, чтобы не создавать скопление людей. На каждого человека закладывают 15 минут. Этого достаточно, чтобы собрать все документы и назначить выплаты. На пособие могут рассчитывать вставшие на учет безработные, те, кто с 1 марта уволился, а также те, у кого есть несовершеннолетние дети. Продолжаем разговор с инспекцией труда. Ольга Федоровна, скажите, пожалуйста, можно ли расторгнуть или заключить трудовой договор сейчас, в данной ситуации, дистанционно? Да, конечно. У нас, тем более, это предусмотрена процедура, целая глава в трудовом кодексе, дистанционный труд. То есть заключить, расторгнуть работы дистанционно у нас трудовое законодательство позволяет. Ну, а если сейчас в данной ситуации работодатель решил в период пандемии перевести работников на режим на удаленку, на дистанционный труд, то в данной ситуации надо оформить это, если это идет инициатива работодателя, должно быть согласие работника. Если это наоборот, то, я думаю, тут вопросов никаких не должно быть. Но лучше это оформить, если есть возможность, с дополнительным соглашением, потому что это изменение условий трудового договора. То есть это не просто руководитель собрал работников и говорит, мы переходим на удаленную работу, все по домам. То есть нужно составить документ. Конечно. Со стороны работодателя получается это нарушение. Да, да. Но, учитывая ситуацию, здесь хотя бы в первую очередь согласие работника необходимо. Да. Но лучше, вообще вот идеально, это, конечно, составление дополнительного соглашения. Я хочу задать вам как раз вопрос от телезрителей также на эту тему. Михаил спрашивает, могут ли меня заставить работать в офисе во время нерабочей недели? Вот как раз майские праздники, да? Ну, заставить нельзя работника, потому что это нерабочие дни. И связаны они с распространением, да? Для чего это вообще издан указ? Для того, чтобы инфекция не распространялась. Поэтому те организации, которым запрещено работать, эти работники должны находиться дома и выходить на работу. Если им объявлено, что у них нерабочие дни, естественно, выходить он не обязан. Скажите, пожалуйста, какие, если вот можете ответить на этот вопрос, мне кажется, в первую очередь, ваша организация вот регулирует эти вопросы и осуществляет проверки, если все-таки получается, если работник вышел, здесь нарушение и работодатель, и, соответственно, работника, каким образом будут наказываться, караться вот такие организации? Ну, пока у нас это все в стадии того, что мы выдаем предостережение, предостерегаем. Это первый раз? Да, нет, это не первый раз. Если мы хотя бы, у нас попадает информация к нам о том, что работодатель собирается даже так поступить, или уже о факте, вот, но здесь возможно, если прям уже конкретный факт нарушения законодательства трудового, здесь уже возможна уже и административная ответственность, то есть нет такого сначала предостережения, потом штраф. При нарушении законодательства административная ответственность наступает сразу. То есть это мы можем назвать санкцией, да, которые грозят работодателю за нарушение трудового законодательства в период пандемии, правильно я вас понимаю? Да, и административное, вплоть до уголовной. Хорошо, вот такой еще вопрос, могут ли урезать зарплату во период пандемии? Ну, урезать зарплату я уже как бы об этом озвучила, как могут урезать, только в рамках заключенного трудового договора и системы оплаты труда действующего работодателя. Но, естественно, работник должен получить, я еще раз говорю, зарплату ту, как если бы он отработал норму рабочего времени, норму своего труда выполнил. Если все-таки это произошло и зарплата поступила в меньшем количестве, как обычно, что делать? Вы сказали, что обращение поступает. Каким образом вы с ними работаете и как вы реагируете вот непосредственно на обращение каждого самарца? Ну, в каждом случае, конечно, мы смотрим, что написано в заявлении, в обращении, в жалобе, да. Значит, что человек вообще, какие у него пожелания. Где-то это просто консультация. Вот я вот получил, да, меньше. Законно ли это при таких-то обстоятельствах? Мы, конечно, тогда консультируем работника, разъясняем его право на обращение в инспекцию в дальнейшем, если он считает, что его права нарушены. Вот. Если же работник сообщает уже о факте нарушения законодательства, то мы назначаем проведение проверки. Так. Если прокуратура нам ее согласовывает, как я уже озвучила, что сейчас особенности действуют, мы проводим проверку, принимаем меры реагирования. Иногда информация уже конкретная есть, что вот не выплачивают зарплату, да, уже два месяца, месяц, ну, неважно, то есть идет задержка. То есть это уже повод для возбуждения административного дела. Я хочу вас спросить, вы все-таки не последняя инстанция, которая взыскивает с работодателя. Дальнейшая все-таки ждет работника обращения в суд. Вот цепочку расскажите, пожалуйста. Вот не выплачивается зарплата. Месяц-два обратились к вам. Вы общаетесь с прокуратурой. Дальше что? Дальше как? Ведь, как говорится, обращениями ты сыт не будешь, верно? Особенно сейчас в такой ситуации. Конечно. Ну, если мы принимаем меры, конечно, есть срок работодателя на выполнение нашего предписания, представления, да, если это в рамках административного производства. В случае, если не выполняются наши предписания. Какой срок сразу, Ольга Федоровна? Ну, срок бывает различный. Зависимо от ситуации и возможности реально выполнить наше предписание. Но, естественно, это не более месяца. Понятно, что... Дальше. Вот. Если работодатель не выполняет, естественно, мы, опять же, возбуждаем административное дело за неисполнение нашего предписания, направляем для рассмотрения его в суд. Но хочу еще озвучить, если речь идет о невыплате зарплаты свыше двух месяцев, то, естественно, соответствующий материал мы направляем в следственные органы. Даже если зарплата не будет выплачена одному работнику, либо здесь уже какое-то коллективное... Неважно количество. Неважно, да. То есть одному или нескольким, или всему. То есть здесь порядок вот такой. Хорошо. Нас сейчас смотрят как работники, так и работодатели. И я просто предвосхищаю вопрос работодателей. Особенно сейчас в такой ситуации оказался, конечно, малый и средний бизнес. Если нет дохода, вот, ну, оправданно невыплата, что делать вот в данной ситуации? Вот я бизнесмен, у меня нет дохода. Я не могу платить своим работникам зарплату. Это же ведь тоже понять можно. Ну, мы, конечно, понимаем, но мы также понимаем, что и люди тоже... Извините, это угроза здоровья идет гражданина, потому что без средств существования невозможно существовать. Вот, это раз. А, во-вторых, трудовое законодательство не предусматривает никаких исключений, а только обязанность. Если работник заработал, то он должен получить зарплату в те сроки, которые установил работодатель. Спасибо большое. Перейдем к следующей теме. Также немаловажно. С начала года была введена электронная трудовая книжка. Скажите, пожалуйста, вот возникают ли в связи с этим вопросы, и что будет с бумажным вариантом? Ну, пока, конечно, в начале года было много вопросов. И мы освещали эту тему, и продолжаем освещать. Вот, но насчет бумажной трудовой книжки, ну, не надо торопиться от нее избавляться. Во-первых, те работники, которые не дали свое согласие на электронную трудовую книжку, для них будет вестись строя книжка в обычном формате, в бумажном. Также для тех работников, которые никак свое желание не изложили, то есть промолчали, но у них еще срок есть, да, 31 декабря, изъявить желание. Вот. Также трудовая книжка работодателям будет вестись как на бумажном, так и в электронном формате. Ну, это к работнику должен обратиться сотрудник отдела кадров, правильно? К каждому отдельному взятому предприятию. Каким вообще это образом происходит? Что это за документ? Ну, это вообще у нас есть, конечно, федеральный закон. Да, федеральный закон, который внес изменения, да. И в нем есть вторая часть, где как раз указано, какие мероприятия работодатель должен произвести в связи с этим. И именно вот до июня месяца работодатель должен уведомить работника, что вводится электронная твоя книжка, и что работник до 31 декабря должен свое желание, в каком формате он хочет ввести свою трудовую книжку, работодателю предложить. Так. Ну, здесь все-таки есть какая-то ощутимая разница в пользу чего отдать свое предпочтение? Проверенного, да, бумажного варианта, либо все-таки электронного? Ну, вы знаете, как всегда, есть свои плюсы и минусы во всем. Да, конечно, электронная книжка, она удобна. Это исключает ошибки, которые работодатель, кадровик вносит, да, в вашу трудовую книжку. Это, конечно, работник всегда может ей воспользоваться, посмотреть, потому что это все в электронном доступном виде. Вот. Трудовая книжка в этой ситуации не испортится, ни там, никто ее не потеряет, никто в ней не нарисует. Вот. Конечно, это удобно. Но, я говорю еще и те, кто дает согласие на электронную трудовую книжку, конечно, храните свою бумажную, потому что при поступлении на работу к работодателю, да, к новому, она вам пригодится в той части, что нужно будет подсчитать стаж работы элементарно для выплаты социальных пособий, ну, например, больничного листа. Спасибо большое. Наше время подходит к концу. Я хочу предоставить вам заключительное слово. Ольга Федоровна, какие бы вы сейчас дали рекомендации работающим людям, вот что нельзя категорически делать с правовой точки зрения, вот в той или иной ситуации? Пожалуйста. Ну, я бы сказала, что, конечно, в данной ситуации сейчас всем сложно, как работникам, так и работодателям. Работодатели, конечно, сейчас несут повышенную социальную ответственность, прежде всего. Им нужно исполнить указ президента, не нарушив трудового законодательства, да, а именно там в части сейчас режима, оплаты труда, безопасных условий труда. О которых тоже, кстати, не надо забывать, да? Не забывать, конечно. Конечно. И работодателю, конечно, сейчас необходимо сохранить рабочие места в данных условиях. Конечно, им тоже сейчас тяжело. Ну, а работникам, ну, я могу только что пожелать. Вот о чем я и говорила. Ни в коем случае при приеме на работу обязательно оформлять трудовые отношения в письменном виде, то есть заключать трудовой договор. Сейчас очень сложно той категории граждан, которые этого не сделали, которые не оформили свои трудовые отношения надлежащим образом. Если вас понуждают написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы, напоминаю, что это только по желанию работника, то есть только на основании уличного письменного заявления. Поэтому, если вы не желаете идти в отпуск без сохранения, значит, не пишите заявление. То же самое касается и заявления об увольнении по собственному желанию. Опять же, это желание работника. И если вы не желаете увольняться по собственному желанию, не пишите это заявление. Спасибо вам большое за очень ценные советы И спасибо, конечно, всем тем, кто был сегодня с нами Вы смотрели программу Город Эс Всего хорошего, до свидания Субтитры подогнал «Симон»